Девушки отдыхают Это программа «Итоги» на ТВ3. Меня зовут Владимир Унанянц. Добрый вечер. В Дарьяльском ущелье Грузии уже четвертые сутки продолжается поисково-спасательная операция. Мобилизованные на месте бригады борются с последствиями стихийного бедствия, которое обрушилось на приграничный с Россией регион 17 мая и ищут без вести пропавших. Эти люди, вероятнее всего, в момент схода оползни находились в эпицентре. Наша съемочная группа работает в Дарьяльском ущелье. И сейчас на прямой связи со студией моя коллега София Тетрадзе. София, скажи, есть ли новости по пропавшим без вести? Сумели ли извлечь из-под земли автомобили? Сегодня удалось найти еще один грузовой автомобиль, а точнее то, что от него осталось. Машину буквально расплющило. По-прежнему пропавших без вести семь человек, но на их след спасателям пока не удалось выйти. Я отмечу, что накануне из серии вернули природное русло. И казалось, что вода отступает, однако всю ночь лил дождь. Да и сейчас в ущелье дождливо, поэтому работы по расчистке дороги затруднены. Также отмечу, что сегодня к зданию полиции, где проходило заседание штаба по управлению чрезвычайными ситуациями, прибыли родственники одного из пропавших без вести. Они сетовали на то, что операция затянулась, и что им в полной мере не предоставляется информация о поисково-спасательных работах. Тем не менее, в МВД страны заявляют, что приложено максимальное усилие для ликвидации последствий стихийного бедствия и поиска пропавших без вести. Спасатели работают, не покладая рук. Настолько, насколько это позволяют климатические условия. Работы, тем не менее, непочатый край. Сотни тысяч кубических метров земли по-прежнему лежат в Дариальском ущелье. На дороге, которая еще несколько дней назад пропускала сотни автомобилей в день. Теперь военно-грузинская дорога заканчивается здесь, в 700 метрах от официального контрольно-пропускного пункта Казбеги-Верхний Ларс. Природа установила свою границу. Теперь единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией, ведет под воду. А ведь именно по этому пути Грузия поставляет в соседнюю страну свои вина, буржоми и другую сельскохозяйственную продукцию. В Тбилиси уже подсчитывают ущерб, который нанес и еще наверняка нанесет экономике страны субботний оползень. На восстановление дороги может уйти около месяца. В незавидном положении оказалась и Армения, для которой грузинская территория – единственный выход в Россию. Кроме того, стихия повредила и проходящий здесь газопровод, по которому Ереван получает газ. Два дня мы старались дойти до газопроводов. Мы уже прошли эту дорогу, мы уже провели эту дорогу. Все бригады мобилизованы, газотранспортные компании. До завтрашнего вечера мы будем знать из этих двух газопроводов, которые из них менее повреждены, чтобы чем как можно быстрее обеспечить временную ремонтировку этого газопровода. Мы уже этим поставим газ в Армению, а потом уже начнем капитально ремонтировать оба газопровода. Пропавшими без вести все еще числятся семь человек. Их личности уже идентифицированы. Впрочем, специалисты почти уверены, что выживших среди них нет. Все временем десятки людей, туристы и грузоперевозчики остаются в Казбекском районе Грузии. Часть из них накануне была переправлена на вертолете на российскую территорию. Еще десятки ждут своей очереди. Мы здесь уже два дня. Даст Бог, скоро удастся попасть в Владикавказ. Я грузин, но родился и живу там. Они обещают, что сегодня мы уже сможем вернуться домой. В зону стихийного бедствия сегодня в полдень прибыл и министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко. К медицинской помощи в ущелье уже никто не нуждается. А вот социальные нужды, говорит министр, могут возникнуть. С самого начала Министерство здравоохранения Грузии принимало активное участие в координационных действиях. Сейчас уже вопросы здравоохранения не столь актуальны. Но тем не менее я приехал специально, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте и понять, какая помощь необходима социальной точки зрения. Я думаю, после ознакомления с обстановкой у меня будет больше информации, чтобы расписать план действий по оказанию помощи. А высоко в горах, откуда сошла та самая злополучная часть ледника Девдорак, теперь установлены наблюдательные вышки. Ёлги не сводят глаз с горы. Ученые уже заключили, строящийся в ущелье Дарьял-Гэск к стихийному бедствию никакого отношения не имеет. Напротив, есть мнение, что гидроректростанция спасла ущелье от затопления. Вода из запрудного озера, образовавшегося в результате перекрытия оползнем русла Терека, стала просачиваться сквозь деривационные тоннели будущей электростанции. А ведь могла скопиться у плотины, если бы не газ. Сегодня же в ущелье прибыли представители сейсмологической службы. Ученые планируют высоко в горах установить дополнительно пять метеорологических подстанций, с тем, чтобы лучше изучить структуру и динамику движения ледниковых слоев. Это, разумеется, не предотвратит возможную повторную стихию, но ученые, как минимум, смогут оповестить местных жителей и предпринимать соответствующие меры. Спасибо, София. Я напомню, на связи со студией из Дарьялского ущелья была София Тетрадзе. Новый скандал в медийном пространстве Грузии. Администрация правительства страны обвинила ведущего телекомпании «Маэстро» Вахтанга Саная в тенденциозности. Поводом стал организованный журналистом опрос населения, итоги которого показали неблагоприятную картину для руководства страны. Правительство полагает, что Саная целенаправленно акцентировал внимание на невыполненные грузинской мечтой предвыборные обещания и ничего не сказал о достижениях новой власти. Сложно назвать одну из передач телекомпании «Маэстро», которая ведет Вахо Саная, объективной. В своей авторской передаче журналист предложил зрителям главную тему – невыполненные обещания грузинской мечты. Следует отметить, что все сюжеты, пущенные в эфир, носили явно тенденциозный характер. Журналист пытался создать картины ощущения полной безответственности представителей власти, которые не выполнили большинство своих обещаний. Имеющий претензию на объективный журналист, наверное, не должен забывать и о том, какое тяжелое наследство досталось нам от прежней власти, и то, что правительство Грузии достигло впечатляющих успехов уже за эти последние два года. У нас нет ответа на вопрос, какая мотивация была у телекомпании «Маэстро» и непосредственно журналиста. Хотя мы надеемся, что общественность сама сделает соответствующие выводы и решит, кому стоит доверять, а кому нет. При этом один из учредителей телекомпании «Маэстро» Мамука Глонти расценивает заявление пресс-службы администрации правительства как давление на медиа. По мнению Глонти, правительство может обратиться в суд, и если будет установлено, что журналист тенденциозен, принесение извинений не станет проблемой. Вместе с тем один из учредителей телекомпании советует представителям правительства вместо критики СМИ заняться своими прямыми обязанностями. Тема незаконных прослушек обсуждалась сегодня на встрече Конституционного комитета по вопросам защиты прав человека и гражданской интеграции. В конференции принимали участие члены парламента Грузии, представители неправительственных организаций. Вопрос о незаконных прослушках наиболее остров стал после обнародованных телекомпаний «Рустави-2» кадров тайной видеосъемки, которая велась в кабинетах руководства канала, а затем показа в эфире «Рустави-2» записи разговоров ряда чиновников. Неправительственные организации настаивают на принятии соответствующего законопроекта, регулирующего вопросы прослушек. Парламент Грузии на прошлой неделе уже приступил к его рассмотрению. Впрочем, члены организации «Это тебя касается, нас опять подслушивают» выражают возмущение в связи с тем, что на заседании 16 мая парламент Грузии не смог утвердить даже согласованное изменение в закон, регулирующий тайны прослушивания. «Если не будет существовать технических возможностей для создания вакцины против этого недуга, мы не сможем дать людям гарантии того, что их не прослушивают. Это должны сделать власти при помощи определенных ограничений и регуляций в законе, чтобы определенный чиновник, имеющий доступ к подобной информации, не использовал ее во вред». «Вы сказали, что наибольший ущерб наносится после обнародования информации. Я, как обычный гражданин, боюсь того, что меня прослушивают. Во время разговора с коллегами сдерживаюсь и употребляю какие-то знаки. Говорю, что лучше обсудить детали при встрече. Как вы думаете, разве это не урон? Я постоянно пребываю в стрессовом состоянии. Это и есть давление со стороны властей». «С одной стороны, свобода медиа имеет важное значение – обязанность правительства способствовать этому. Вмешиваться в процесс крайне опасно. Но, с другой стороны, также опасно предоставлять СМИ полную свободу в распространении информации». До выборов в органы местного самоуправления в Грузии остается совсем немного времени. Противоборствующие партии активизируют предвыборные кампании. Либористы сегодня представили кандидата на пост мэра Кутаиси и 10 кандидатов в мажоритарные депутаты. За пост градоначальника парламентской столицы страны поборются Ираклик и Квадзе. Между тем, лидеры политического блока «Непарламентская оппозиция» провели избирательную кампанию в Зугдиде, где представили кандидатов в органы местного самоуправления. На пост мэра выдвинут Ираклик и Гурцкая. Лидеры партии также встретились сегодня с избирателями нескольких поселков района Зугдиде. «Наша первостепенная задача – оживить Кутаиси, сделать его конкурентоспособным городом. Здравоохранение и образование – наши первостепенные приоритеты. Мы планируем осуществить ряд серьезных проектов». «Мы надеемся, что жители Зугдиде поддержат наших кандидатов. Зугдиде является ведущим городом Грузии, возможно, даже одним из политических центров страны. Наши кандидаты смогут представить Зугдиде достойно». Тем временем, руководитель Кутаисского штаба национального движения Гиэт Эвдорадзе и глава организации Цхалтубу Мамука Сагарешвили провели сегодня совместный брифинг, в ходе которого обвинили власти в использовании административного ресурса. По их утверждению, в Цхалтубу Кутаиси и Харагаули на координаторов единого национального движения осуществляется давление. Кроме того, руководитель муниципалитетов поручает организацию предвыборных встреч кандидатов. «Видимо, ощущая недоброжелательное отношение местного населения к правящей коалиции, власти решили максимально масштабно использовать административный ресурс». На этом фоне Ассоциация молодых юристов Грузии обнародовала первый промежуточный отчет по предвыборной ситуации в стране. Отчет в основном охватывает период с 1 по 30 апреля. Впрочем, в него вошли и факты, зафиксированные ранее, но важные для полноценного представления предвыборной среды. В частности, за отчетный период наблюдатели зафиксировали три факта нарушения правил агитации, один факт применения административного ресурса, один факт подкупа избирателей, семь фактов уголовного преследования, связанных с предвыборными процессами лиц, 18 фактов присуждения административного правонарушения, один факт физической расправы и 9 фактов увольнения с работы по политическим признакам. В отчете также говорится о попытке срыва избирательной кампании единого национального движения. Среди позитивных шагов правительства Грузии названы внесенные в избирательное законодательство изменения, согласно которым введены прямые выборы мэров городов и глав районных администраций. Число самоуправляемых городов увеличено до 12, также установлен 50-процентный барьер для выборов мэров и управляющих. В то же время неправительственная организация отмечает, что действующим законодательствам остается много норм, которые следует изменить. Несмотря на отдельные нарушения, мы не можем утверждать, что они обязательно повлияют на результаты голосования, и что в стране сейчас несправедливая предвыборная обстановка. Предвыборная обстановка в стране значительно улучшилась в сравнении с тем же 2012-м, когда предыдущая власть осуществляла массовый террор и преследование. Нездоровая предвыборная обстановка бросается в глаза, поэтому я совершенно не удивлен отчету Ассоциации молодых юристов. Остается впечатление, что коалиция «Грузинская мечта» продолжает политику однопартийности, которая на протяжении многих лет вела единое национальное движение, тем самым препятствуя развитию демократии в стране. Председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Каха Кужаридзе считает, что по вопросу высоких премий, выданных сотрудникам Департамента по исполнению наказаний, нужно начать следствие. По словам Кужаридзе, это стало особенно необходимо после заявления советника главы Департамента по исполнению наказаний Лали Морошкиной, который утверждал, что сотрудники Департамента по исполнению наказаний получили высокие премии за молчание по вопросу незаконного вывода бывшего министра внутренних дел Ваномира Бешвили из камеры. Как отметил председатель Ассоциации молодых юристов, правоохранительные органы раз и навсегда должны понять, что необходимо выполнять те обязательства, которые на них возложены. Напомню, несколько дней назад стало известно, что руководители департамента по исполнению наказаний получили слишком высокие премии. Хотим откликнуться на недавние заявления Лали Марошкиной и отметить, что они были сделаны с целью дискредитации структуры и полностью совпадают с обвинениями со стороны некоторых политических партий. Хотим разъяснить, что деструктивным заявлением Лали Марошкиной предшествовала ее встреча с главой департамента, на которой она потребовала ежемесячную премию в размере 10 тысяч лари и новый автомобиль, в чем ей было отказано. Лишь после этого она стала делать разные абсурдные ложные заявления. По решению председателя департамента, Лали Марошкина сегодня освобождена от занимаемой должности. Как вы только что слышали, сама Лали Марошкина сегодня была освобождена от занимаемой должности. Как заявили в департаменте по исполнению наказания, отставка связана с недавними заявлениями, которые касались главы департамента. В частности, уже бывший советник требовала отстранения Дмитрия Дарбайсели. Марошкина мотивировала свою инициативу тем, что глава департамента по исполнению наказаний проводил политику в угоду бывшей правящей партии «Единое национальное движение». При этом Лали Марошкина уже заявила, что обжалует свое увольнение из департамента по исполнению наказаний в суде. По ее словам, согласно трудовому договору, департамент не имел права увольнять ее. В Грузии выполняется лишь около половины рекомендаций народного защитника. Таковы результаты исследования, обнародованного сегодня аппаратом Омбудсума при поддержке программы развития ООН. Независимое исследование отображает выполнение рекомендаций народного защитника в период с 2008 по 2013 годы. На презентации исследования присутствовали сам Омбудсмен Учина Нуашвили и постоянный представитель программы развития ООН в Грузии Нильс Скотт. Независимое исследование содержит обзор рекомендаций народного защитника, касающихся таких сфер, как правосудие, деятельность прокуратуры и суда, соблюдение социально-экономических прав и законотворчество. В исследовании, в частности, анализируется статистическая информация, отображающая выполнение рекомендаций Омбудсмена. Согласно данным исследований, выясняется, что в 2008-2013 годах из данных народным защитникам 614 рекомендаций были выполнены лишь 309. При этом среди тех, кто полностью проигнорировал замечания омбудсмена, Министерство юстиции, Высший совет юстиции, парламент Грузии, Министерство финансов и Тбилисский городской суд. И к другим темам. Премьер-министр Грузии Ракли Гарибашвили в сопровождении семи членов правительства начинает двухдневный визит в Брюссель, в рамках которого пройдут переговоры с Еврокомиссией. В грузинскую делегацию входят министр иностранных дел Майя Панджикидзе, министр экономики Георгий Квирикашвили, министр энергетики Кахи Каладзе, министр юстиции Тецулукьяни, госминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексий Петриашвили, министр сельского хозяйства Шауа Пипи, госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Пата Закарешвили. Основная встреча с членами Еврокомиссии запланирована на завтра. По предварительной информации, на ней будет обсуждаться предстоящее подписание соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС, которое запланировано на 27 июня в Брюсселе. Отмечу, президент Евросовета Херман Ван Ромпюй на прошлой неделе побывал в Украине, Молдове и Грузии, а председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу, как ожидается, в средних числах июня посетит Кишинев и Тбилиси. Грузии предоставилась уникальная возможность зафиксировать достигнутый странной прогресс и получить гарантии от Евросоюза касательно подписания соглашения об ассоциации 27 июня. А также заручиться поддержкой ЕС в его имплементации. Возможно, будут подписаны несколько договоров. В Брюсселе сейчас находится значительная часть кабинета министров Грузии. Мы намерены представить ЕС своей приоритетой и заручиться поддержкой, получить помощь экономическую, финансовую и профессиональную. Верховный комиссар ООН по правам человека на ВПЛА посетила расположенное вдоль линии оккупации село Хурвалетти. Комиссар встретилась с вынужденно переселенными лицами, ознакомилась с их жилищными условиями и сложной гуманитарной ситуацией в регионе. Также госпожа Пиле осмотрела административную границу с Южной Осетией, где российскими военными была проведена колючая проволока. Министр обороны Грузии откликнулся на заявление генерального секретаря НАТО Андерса Фокрасмусона. Как отметил Ираклия Лосани, глава Североатлантического альянса правильно оценил ту опасность, которая существует в регионе. Она исходит от России и у Грузии есть всего один путь – скорейшая интеграция в структуры НАТО. При этом, по словам министра обороны, грузинская армия уже практически соответствует евроатлантическим стандартам. Лосани также выразил надежду, что это позитивно отразится на итогах ближайшего саммита. Что касается оборонительных возможностей Грузии, этот вопрос стоит в повестке дня, и Андерс Фокрасмусон в очередной раз отметил, что это является предметом двусторонних переговоров со странами-членами НАТО. Генеральный секретарь Расмусон правильно расценил ту опасность, которая есть в регионе. Естественно, мы все, кроме России, согласны с тем, что текущие события являются прямым нарушением международного права, международного порядка, который был установлен. И наш путь один, как можно скорее стать членом организации коллективной обороны, НАТО. И в этом плане правительство Грузии делает все, максимум своих возможностей. Нижний предел бюджета Министерства обороны Грузии будет определен законом. Это предусматривает новый законопроект об обороне Грузии, который уже внесен в парламент. Согласно проекту, ежегодный бюджет оборонного ведомства должен быть не меньше 2% от волового внутреннего продукта страны. Наряду с другими вопросами законопроект регулирует полномочия парламента, президента, Совета госбезопасности, правительства, органов местного самоуправления в сфере обороны. Грузия принимает 8-ю ежегодную конференцию главных сержантов армии стран Европы. В рамках конференции главные сержанты вооруженных сил 34 европейских государств обсуждали реальные и возможные вызовы роль сержанта в процессе трансформации вооруженных сил, а также рассмотрели профессиональное развитие, вопросы образования. Напомню, Грузия участвует в конференции с 2009 года. Эта конференция очень важна для Грузии. Появляется возможность поделиться друг с другом опытом. Тема конференции – роль сержанта, его ответственность в возможных опасностях. Именно от нас, сержантов, зависит, как мы воспитаем солдат. Данная конференция создана для того, чтобы собрать всех представителей армии. В рамках форума мы обсудим роль солдатов и многие другие вопросы, связанные с темой конференции. Я горжусь тем, что вместе с грузинскими военными участвовал в маневрах. Грузинские солдаты отличаются дисциплинированностью и достойно представляют свою страну. Для меня очень важно, что я сегодня нахожусь на этой конференции. Все мы еще раз доказали преданность общему делу. Хочу также поблагодарить грузинских военных за их храбрость в ходе миссий в Афганистане. Члены комитета по спасению Сакдриси внесли сегодня официальное письмо в Министерство культуры Грузии на имя главы ведомства Гурама Одишари. Как заявили активисты, в ходе брифинга, проведенного прямо в министерстве, самообращение требует возврата золотоносному месторождению статуса объекта культурного наследия. Как заявил один из членов комитета по спасению Сакдриси, два иностранных эксперта, приглашенные Министерством культуры и компанией RMG Gold, пришли к выводу, что в Сакдриси древнейший золотой рудник. Заявление, поступившее на имя министра культуры, подписали около 40 человек. Кроме того, комитет по спасению Сакдриси обратился к главному прокурору с требованием начать расследование по факту нанесения ущерба к культурному памятнику компании RMG Gold. Мы требуем незамедлительного восстановления статуса памятника Сакдриси. Важно, что даже приглашенные ими эксперты признали Сакдриси древнейшим рудником. Все, кто принимал участие в фальсификации документов и приложил руку к тому, чтобы рудник потерял статус культурного наследия, должны понести наказание. Ассоциация молодых юристов уже обратилась с иском по факту повреждения памятника культурного наследия. Исходя из этого, главный прокурор должен взять это дело под личный контроль. Необходимо положить конец вандализму. Мы не застрахованы от повторных повреждений Сакдриси Качагиани. Льготы для участников боевых действий. С сегодняшнего дня граждане, подпадающие под эту категорию, получили скидки на проезд в городском транспорте в Тбилиси. Как сообщили в столичной мэрии, отныне ветераны смогут платить в маршрутных такси половину стоимости проезда, а вторую половину будет покрывать правительство столицы. На данный момент в Тбилиси зарегистрировано около 17 тысяч участников боевых действий, приравненных к ним лиц. С сегодняшнего дня каждый из них сможет взять новую пассажирскую карту в специальном сервис-центре, расположенном по адресу проспект Важепшавелла, номер 99. Сменить имеющиеся карты на новые для пользования данными льготами ветераны войны и приравненные к ним лица должны до 20 июля текущего года, заявляет в мэрии Тбилиси. Россия не может гарантировать территориальную целостность Украины. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев в интервью агентству Bloomberg заявил, что Москва никогда не брала на себя таких обязательств. Одновременно глава правительства опроверг слухи о намерении России присоединить к себе какую-либо часть соседнего государства. Размышления на эту тему он назвал пропагандой. Коснулся Медведев вопроса санкций, введенных Западом в отношении Москвы, предупредив, что Россия может принять и ответные меры. Премьер выразил уверенность в том, что страна выдержит абсолютно любые санкции, а вот что это принесет Соединенным Штатам, неизвестно. По сути, мы медленно, но верно движемся в сторону второй холодной войны, заявил Медведев. Он также выразил уверенность, что после ухода Барака Обамы с поста президента США о санкциях все забудут. Россия идет на восток, в то время как Запад грозит Москве мировой изоляцией за ее позицию по Украине, политическое, военно-экономическое сотрудничество России с Китаем, Индией и Ираном стремительно развивается. По мнению экспертов, начавшийся сегодня визит Владимира Путина в КНР должен, кроме прочего, продемонстрировать, что восточное направление для Российской Федерации весьма перспективно. А уже в середине июля тягущего года в Японском море состоятся военно-морские учения России и Индии, Индра-2014. По мнению наблюдателей, это наглядно демонстрирует, что Москва планомерно укрепляет военное сотрудничество не только с Китаем, но и с другими государствами Азии. И это неудивительно. Экономический потенциал азиатского региона сейчас весьма привлекателен. Это знак США в том, что Россия и Китай берут курс на военно-политическое сотрудничество. Проведение учений говорит о возможности выхода, если не сразу, то в ближайшее время на серьезные военно-политические договоренности. Географическое положение выводит Россию на несколько больших региональных рынков. Район Тихого океана чрезвычайно перспективен в экономическом отношении. Объем торговли между Москвой и Пекином растет. По прогнозам, к 2020 году взаимный товарооборот должен вырасти до 200 миллиардов долларов. А взаимодействие Москвы и Пекина в области финансов направлено на то, чтобы обезопасить рубль и юань от колебаний курсов мировых валют. Теоретически возможна кооперация между набирающим обороты Таможенным Союзом под предводительством России и провозглашенным Си Дзиньпинем проектом экономического пояса Великого Шелкового Пути. Отношения между Россией и Китайской Народной Республикой продолжают успешно развиваться и вышли на принципиально новый уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Китай прочно занимает за собой позиции ведущего внешнедоргового партнера России. Пока проекты развиваются параллельно, однако уже сегодня просматриваются отдельные линии сотрудничества между Пекином и Москвой. Они касаются водных и гидроэнергетических проблем в регионе Центральной Азии. Сейчас сотрудничество в сфере энергетики расширяется между Россией и Ираном. Бахрейн также принял решение наращивать экономические связи с Москвой. Аналитики отмечают, эти шаги свидетельствуют о том, что западные санкции не могут удержать другие страны от расширения деловых связей с Российской Федерацией. При этом в Москве отмечают, Россия не ставит вопрос Восток или Запад. С Европой ее связывают давние партнерские отношения, которые она готова развивать. Но если западные страны ставят под угрозу экономические связи в угоду политическим вопросам, России есть куда перенаправить усилия, намекают в Кремле. В Сербии и Боснии объявлен траур по погибшим в результате крупнейшего за последние 100 лет наводнения. Проливные дожди спровоцировали выход из рек, из берегов. За три дня в регионе выпала трехмесячная норма осадков. Жертвами стихии стали несколько десятков человек, тысячи были эвакуированы. Число пострадавших перевалило за миллион. К спасательной операции привлечены сотрудники экстренных служб из стран ЕС, России и США. Между тем, видеоэвакуации людей распространили в военные Словакии. На кадрах запечатлено спасение в боснийском городке Шамац-младенце. Солдат, спустившийся к затопленному дому на тросе, поднял ребенка на борт вертолета. Остальные члены семьи были эвакуированы позже. Власти в Таиланде захватили военные. Сегодня на рассвете по всем государственным каналам страны было распространено экстренное заявление командующего сухопутными войсками. Генерал-прают Чан Ольча в прямом эфире объявил о введении в королевстве военного положения. Отныне армия получает почти неограниченные полномочия. Впрочем, в вооруженных силах настаивают, это не государственный переворот, а лишь попытка сохранить в стране закон и порядок. Военное положение на фоне затяжного политического кризиса Таиланд под властью армии. Солдаты взяли под контроль все телекомпании в стране, установлен полный запрет на проведение уличных манифестаций, введен комендантский час. Генералитет заверяет, он впервые с 2006 года вынужден прибегнуть к такой мере, чтобы сохранить закон и порядок. Для правительства страны и международных наблюдателей этот шаг оказался неожиданным. Военное положение дает право вооруженным силам устанавливать цензуру в СМИ, запрещать массовые демонстрации, производить аресты, использовать оружие в случае беспорядков, а также мобилизовать гражданское население. Военное положение вводится на неопределенный срок и может быть отменено только персональным указом короля Таиланда. Нынешней ситуации предшествовала масштабная акция оппозиции. Ее цель – отставка действующего правительства. Провластные демонстранты также объявили о мобилизации своих сторонников. Сейчас политические противники находятся по разные стороны реки Чаупрая, чтобы избежать возможных столкновений. Генерал Прают Чан О'Ча, возглавляющий армейское командование в Таиланде, приказал участникам акции не покидать ранее занятые площадки. И противоборствующие стороны обязались выполнять требования. Впрочем, благородным мотивам армейской верхушки доверяют не все. Я не очень уверена в армии. Если они просто собираются обеспечить безопасность, то это нормально, но я не доверяю им. Они вполне могут устроить военный переворот. Военное положение подразумевает максимальный уровень обеспечения безопасности. Пойти на этот шаг армейское командование ранее призывал бывший вице-премьер Таиланда Сурапонг Тавичак Чайкун, отстраненный вместе с исполняющей обязанности премьер-министра Янг Лак Чиноват по решению Конституционного суда в начале мая. За последние полгода в Бангкоке уже несколько раз водился и отменялся режим чрезвычайного положения. Однако эти действия властей не привели к реальному улучшению обстановки в стране. С 1932 года в Таиланде произошло 18 государственных переворотов, в том числе 11 при участии армии. Последний случился в 2006 году, когда от власти был отстранен Токсин Чиноват. Старший брат, отправленный в отставку в начале месяца, Янг Лак Чиноват. При участии военных тогда была написана и принята новая Конституция Таиланда, которая, впрочем, сегодня не устраивает ни правительство, ни оппозицию. Это были главные новости сегодняшнего дня, о которых мы успели вам рассказать. Студия работал Владимир Унанянц. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok